Всем привет, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что все хорошо. Хочу вас поздравить с прошедшим праздником. Я к Рождеству ничего не снимала, ничем не делилась, даже не засняла, как дети распаковывали подарки свои вчера. Поэтому желаю вас с прошедшим праздником. Желаю всего самого хорошего, счастья, здоровья, успехов, удачи, благополучия и всего наилучшего. И с наступающим Новым Годом вас! Сегодня уже у нас 26 число. Вчера, значит, дети были на седьмом небе, отчасти, когда увидели свои подарочки. День мороз к ним все-таки пришел, несмотря на то, что они не очень хорошо себя видели в этом году. И им очень понравились их подарочки. Я, конечно же, вчера хотела их заснять, снять небольшое видео с распаковкой подарков и все, но... Мы не смогли. Эти дети не могли потерпеть. Они с восьми или семи утра стояли над головой. Нам день мороз пришел, давай быстро открывать подарочки. И, в общем, я уже решила, что ничего не буду снимать, пускай дети радуются и наслаждаются этим моментом. Ну, детям все понравилось. Алик получил... Что ты получил, Лешка? Нинтендо. Нинтендо свитч. Машинку какую-то. Я сейчас на ней разбираюсь. Ниссан GTR R34 году. Ну, в общем, какой-то Ниссан машинка. Это коллекционная машина, что есть. Полно бустеров этих покемонов, карты покемонов, он очень хотел. И все, да? Да. Я сейчас на ней тоже играл. Да, в основном много этих было. Вот такой Нинтендо. Очень классная вещь. Все семьи можно играться. Вчера они с Машкой тоже игрались. И сегодня утром. Вы знаете, сколько она на боллинге поделала? Десять страйков. Ну, она сильная в боллинге. И мне тоже самое, если честно, очень интересно. Как раз в этой попалась еще одна игра. В общем, спорты. Там разные виды спорта. И как бы попалась вместе с этим Нинтендо. Уже закачанная как бы была. Ну, в общем, детям понравилось. Альку тоже очень понравилось. А Машке тоже. Дед Мороз принес кухню. Кукла Лол. Барби там что-то. И Лего, да? Ну, и, конечно же, сладости. Мне Дед Мороз... Надеюсь, вообще нет. Мне Дед Мороз тоже пришел. Подарил мне золотые сережки. Это не Дед Мороз? Ну, да, наш папа. Потому что взрослый Дед Мороза не приходит уже. И взрослые друг другу делают подарки. А я разумно наугод подарила наушники Airpods и Pro. Потому что его прошлые я испортила их. Постирала нечаянно машинки. И у него не были беспроводные наушники. Поэтому я решила ему это закупить. Подарить. Потому что он очень любит слушать музыку. Плюс у нас есть наушники айфоновские. Но есть некоторые односторонно работают. Другие они хорошо слышно. Ну, в общем, испорчены они. И я решила сделать такой подарочек. Так радуюсь своей елочкой. День и ночь она у нас скученная. Так уютно дома, тепло. Раньше, что мы не встречали. Мы хотели сразу чуть-чуть посидеть. Но разу усну. Потому что он чуть-чуть приболел. И он как бы уже уснул. Я его не будила. Решила, как бы ничего. Мы и так не исправляем ради 100. И даже если в этот раз не исправим, ничего не будет. Ну, конечно же, Новый год будем исправлять вместе с семьей. Как всегда. Сейчас вам покажу Машкину кухню. Вот так выглядит Машкина кухня. Мы ее поставили тут. Потому что, ну, как бы это самое лучшее место. Светлое. Машкин, открой. Откроем. Чтобы она игралась. Вот она уже успела туда свою посуду разложить. Да? И вот тут у нас печка тоже. Смотрите на ее посуду. Это все вчера я собирала сама. Очень было легко ее собирать. И очень красивая. Да, мам? Тебе же нравится? Ну, Машка думала, что она будет повыше. Ну, Дед Мороз понял, что у нас в комнате нету столько места, чтобы очень большую кухню дарить. Да, мам? И вот так. Ну, там уже кукла Лоу. Я не знала, куда она делала. Машка, свет выключай себе не хочешь, Машка. Твоя кукла Лоу, где? Какая кукла Лоу? Тебе мороженое подали. Хорошо, ладно, оставь ничего. Сейчас мы собираемся выйти. Я сегодня без машины. Я сегодня, если у меня в планах было пойти за продуктами. Ну, кое-какие продукты купить к новому году. Потому что я должна буду закупить для нас, для дома. И еще общее, чтобы когда будете в Новый год встречать, все вместе стол, чтобы накрыть. И поэтому я решила избавиться за эти два дня все это успеть. Плюс я хочу пойти в магазин, себе что-нибудь купить, чтобы надеть на Новый год что-нибудь. И, ну, разу понадобилась машина моя. Поэтому я сегодня без машины. Планы отменились. Но я решила все-таки с детьми пойти в центр в АШМ. Пешком, так как у нас дождя нету, сухая погода, 10 градусов, не очень холодно. Пошел? Тепло, оденемся и как раз на свежем воздухе, как бы, походим. О, мой, не знаю, шарф. Лучше шарф. Или шарф, или шарф, один из двух. Ничего нет. В общем, пойдем сейчас в АШМ, посмотрим, что есть. Ну, кое-что, может, возьму, чтобы уже потом не бегать, искать, что надеть. Ну, все, да. Два вот такие, три вот такие, но у меня больше нет. Нет, хорошо, посмотри, мама. Ты, наверное, что-то неправильно собрала. В общем, сейчас мы уже оденемся и пойдем. Туда прямо идешь? Вот там вот. Да. Так, что написано, синематеатр. Где базар, что? Где базар бывает, да? Нет, да, там. Видишь, там вот такие стекла выходят. Да, это синематеатр написано. Да? Да. Друзья, мы уже с магазином вышли, купили кое-что, но ничего особенного. Сейчас решили прогуляться. Тебе понравилось музыкально? Вкусно? Пошли. Пошли. Мы уже идем домой. Чуть-чуть прошлись, сошли в Ашэм. Так тихо в городе, почти людей нету. Купила себе кофточку, лосины, обувь. Ну, такое ничего особенного. Ну, что, одену это, думаю, и все, как бы. Ну, посмотрим, как будет, конечно, когда все одену дома. Могу идти, как бы, сапитут? Это, это. Под, это паркинг. Поддем паркинг, да. Прошлись по центру. Так, не очень украшено, как будто убрали кое-что. Как будто все обратно взяли, но все. Или, может быть, по вечерам, или же по выходным. Это вчера было хорошо. По выходным, может быть, посмотрю. Купили испанские, это испанские или итальянские чуросы. Испанские. Это мы каждый год ходим специально туда, в центр. Покупаем эти палочки сахарные. И в этот раз тоже купили. Как бы, никак без этого. И сейчас идем домой. Пойдем домой, покажем, что купили. Ама-ма. Мы уже дома. И сейчас будем вам показывать, что уже купили. Альба, тоже интересно, не знаю почему. Не знаю, это подойдет. Пока я покажу вам обувь, который я взяла. На обувь я вообще не расчетовала, что я купила у меня сегодня. Но мне понравились. Я себе купила полусапожки, вот такие. На такой платформе. На змейке. Они не очень толстые, но очень удобные. И легкие. Вот это они листные? Нет, это смешно. И каблук, смотрите, какой толстый, но очень удобный. Я одела, примерила, мне очень понравилось. И на платье пойдет, и на брюки, и на джинсы пойдет. И, я думаю, нужно дома иметь вот такую обувь. Ну, даже если я не каждый день смогу одевать. Потому что я очень высокая сама. Я один раз каблуки бабушке взяла. Одел не так тут за больно. А зачем ты так делала? Я просто взялась и смотри. До сих пор. Это я не знаю. Как будто у нас была. Вот, но пошел. Так, и что я купила в Ашеме, значит. Я взяла вот такую кофту. Очку красного цвета. Сейчас на камере видно оранжевый. Но нет, она очень ярко красного цвета. Такая чудо-длинная, можно сказать. Вот такие, как бисер, но на него вот такие шарики. И взяла себе лосины. Вот такие лосины. Такого цвета. На резинке. Очень такой плотный материал. Я думаю, вместе с этим и с этими ботинками очень будет красиво смотреться. Потом я примерю и посмотрю. Все, в Ашеме я больше ничего не дала. Потому что ничего особенного не было. Как и назло. Когда праздники еще не были. До ноября, начало декабря еще выбор был. Но я думала, что успеем. Не из-за этого они все. Сейчас мусор, такое ненужное вещь мы несу. Потом зашли в нормал. Купили сладости. Я себе взяла лак. Вот такой бордовый. Очень темно, такой красный цвет. Я очень люблю. И бис мой испортился. Уже старый. Я взяла себе такой. И взяла себе помаду гигиеничную, как говорится. В общем, для губ, чтобы губы не высыхали. Потому что мне только это закончилось. Вкус как у вас по-косову. Аромат. И в нормале я брала вот такой мистер-бэк. Видите, что корма у меня есть? Я никогда не брала. Оно стоило 10 евро. Было на 7 евро тоже. Но я думала, уже 3 евро добавлю. Как бы побольше возьму. И вот поэтому Лёшка сидит. И мне интересно, что же там внутри. Я тоже. Созлайка, я на канале еду. Я тоже. Не знала. Там календар есть. Фотку одну сниму. Так, нажми Олегу на эту календарь. Я тоже хочу. Всё. Это для Лёны. Так. Сейчас посмотрим. Для титров. Для титров. Полу русский, полу французский. А Машка сидит здесь с хлебом жует. Так. Так, что же... Представь, что там нужно. Там просто всё открытое и просто расскажи. Пердю. Не знал, рот пусть, да? На, на. Так, тут у нас... Маска для волос. Не. Для волос. А вы? Для волос, Машка. Итальянская. Нет, и не Италия написано. Кокос. Ещё наклейки я увидела. Не знаю. Вот такая маска какая-то. Для волос. Это что? Шапка Деда Мороза. А ну? Ну, примерно ли. Она резиновая, а может раскрутится. Ага, пойдём. А ну сядь. Так, не, нормально. Подними, мама. Ну, сядь, а ну покажите. Это шапка для лысых. В смысле? Вот так его... Ну, хорошая шапка. Бритва. Бритва? Ну, это, Жень, продолжим. Крем для рук. Вот такой. Манго. Аромат манго. Так, тут у нас наклеечки. Вот видишь, это Машки. Подожди, я покажу. Вот такие наклеечки. Трелестика. Вот это Машки. Бритва? Не только мне. Эй! Так, тут у нас комплект для... Чего? Это мужской. Видишь, папе тоже досталось. Да, я не знаю, что я за... Так, больше ничего нету. Тут у нас... Это покорочные карточки. Плюс порванная. Эти, знаете... Алексей, с ними мама, задохнешься. Смотри, ладно. Это поздравительные открытки. Ну, что писать здесь? Поздравительные. И здесь 10 штук. Вау! И... Эй! Для подарков эти. Тут тоже овощи. Как ярлычки, чтобы имя написать и на подарочке повесить там. Да, у себя овощи. И всё. А это папина, потому что это мужское. Это комплект для волос. Да, ну, мам, ты маленький для этого. А мне штука даст. Расческа для шампунь и гель. Это бальзам для лица. Это у нас... Можно это школа 1? Нет, это для бороды, кажется, что-то там уходят за бородой. И вот этот тоже, кажется, жель для волос. Ну, и расчесочка своя. Вот такой комплект мы папе тоже подарим. Что хочешь? Тебе шапка. Машки на палочке, наоборот. Нет, мам, тебе шапочка. Машки на клейке. Шапка тупая. Папе комплект для ухода за собой. А маме точно. Потому что... Ну, вот такие открытые. У тебя ещё вот тут нет. А, да. А-а-а. У меня шиш на палочке, да? Просто шапка. А при чём тупая шапка? Вообще-то там не рассчитано было, что вам что-то попадётся. Вы же не знаете, что внутри будет. Ну, видишь, на всю семью... Да именно это мне надо? Вот это хоть-то идти? Можно вот это? Так вот. Крем для рук? Тебе для чего? Да и вот так у меня руки не будут, это все красные. Сейчас хочу помаду. Ммм, и какой хороший запах. Кокоса. Да, вот второй тебе тяжело. Ну, не потеряй. Покидаешь, потом портится. А, у меня какой запах вкусный. Кокосы уходят, Саша, поесть. Ммм? Что? А, она уже понюхает. Понюхает. Я тоже люблю. Ну, ты же любишь баунти. Вот как баунти паскает, да? Ммм. В общем, вот так, ребят. Алик решил там... Ну, вот, Соня, сейчас дырка там будет. Зачем ты реально? Нет. Там, а зашел вон, Соня. Нет, ты же зашел вон этот. Зашьешь. 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 Мам, ты можешь поражать? Можешь. Можешь. А тебе зачем? Я мой. Пой. Нет. Нет. Ну, зашел вон. Уэээ. Подожди. Дырка, нету, дырка, нету. Подожди, вот эту. Хи-хи. Ну. Тай, ну. Тай, а дырки сделаю? Зачем дырки? Нет, просто нет. Дырки вот там не надо. Я глаз. Просто вот так сделаю. Что, глаза половина? Да, только от глаза. Вот тут. А ну, подожди. Возьми маркет. Не нужно мне маркет. Ты одень, я посмотрю, где я посчитаю, сколько лет. Ты неправильно одеваешь, потому что полоска сзади должна быть. Хотя глаза вот тут. Ну, вот здесь надо. Значит, раз, два, три. Вот так, сними. Алик хочет из этой шарки сделать эту маску. Отверстие сейчас мы не порежем. Ну, если я порежу, знаешь, мы разойдемся, она даже связана. Сноцайте. Вот так, сними. Ну, кстати. Ну, подог repел. Ну, подогрей. Ну, тихо. Ну, пожалуйста. Ну, Дэшо. Ну, ты будешь? Ну, ты знай. Ну, ты знай. Ну, ты знай. Г carrots без нее. что-то большое отверстие получилось это потому что оно связано мало раньше у нас такие шапки были в детстве, только с этим кем-каги видишь, я тебе сказала, что оно связано, но нам не получится, а ты мне не слушай, но он тебе и вышла а ну спусти до конца, вот так мы носили шапку ребята, кто помнит из вас, раньше были такие шапочки у нас, вот так, просто не спустя, вот так и вот здесь как кепочка была, я ненавидела шапку в детстве, когда мы ее одевали Олег ну ну все, начнем играть в олитке в общем, вот так, ребят в олиткульсе какой олиткульс? смотри то есть все разорвали его шапку все, спасибо ну-ка, пойдем все все, бери его все, бери его бери его бери бери в общем сейчас интересно сейчас пойду примерю это все В общем, ребят, пожалуйста, не обращайте внимания на эти колобочки, они должны пойти в гараж. Значит так, кофта. Кофта, она не длинная, но свободная. На каждый день ещё можно её на брюки одевать, на джинсовые, классические брюки, на юбку подойдёт. А лосины, это вообще, лосины выглядят вот так. Вот это место, смотрите, сборки собираются, что я ненавижу, так что лосины вообще мне не нравятся. И плюс на эти лосины, если подойдёт только кофта длинная, или же нужно короткую, но вот обтягивающую, сверху что-нибудь, как жилетку надеть. Ну, потому что на лосины просто так, вот такую кофту вообще ужас. Ужас, как вот, я не знаю, вот эти лосины вообще мне не понравились. А ботиночки тоже выглядят вот так. Вроде бы ничего нормально, но и так же повторюсь, что не на эти лосины, больше на широкие брюки подойдёт, я думаю, на платьице, на юбочку, но не на эти лосины. Насильные, вот смотрите, видите, эти сборки, вот в этих местах, вообще ужас. Мне не нравится. Так что я завтра пойду, это всё обратно сдам. Машка, что ты делаешь? И всё, кофту тоже можно было бы оставить на каждый день, но у меня есть на каждый день, поэтому не хочу, пойду лучше сдам. И всё. А этот... Она... Машка, ты большая. Большая? Я и так большая была. В общем, это пойдёт обратно в магазин. Я думала, будет по-другому, но нет, оказалось вообще некрасиво. Ну ничего, найду что-нибудь. Может, на другое попадётся, если нет, уже. Найду в шкафу что-нибудь, потому что есть многие вещи, которые я не одевала ещё. И, может быть, из тех вещей что-нибудь себе подберу и одену в этот день, чтобы красивые фоточки хоть сделать. Ребят, у нас уже 20 минут. Одиннадцатого. Дети пошли спать. Розу Ваня. Сейчас купается, потом буду ужинать. А мне захотелось на ночь кулять, а поесть. Поесть. Доширак. Давно его не было у нас в магазине, где продаются русские продукты. Мы заказали, нам привезли говядины Доширака. И сейчас я буду его есть. Проголодалась, решила этим перекусить. Но, надеюсь, у меня желудок не заболит. Надо ночь горько кушать. В общем, ребят, на этом я закончу сегодняшний влог. Надеюсь, он вам понравился. Забывайте ставить лайки, писать комментарии. Задавайте вопросы, если вам что-то неинтересно. Завтра я пойду по своим делам. Плюс завтра мы с рандеву у врача, а не у врача, радио надо снять аликиного носа, чтобы забрать потом к специалисту. И завтра пойду куплю кое-какие продукты для готовки на Новый год. Постараюсь завтра тоже заснять что-нибудь. И плюс скажу вам завтра, что я буду готовить к Новому году. Ничего особенного вообще, потому что много не буду готовить, потому что не кушается. И посмотрим, в общем. Хочется, конечно, какое-нибудь разнообразие, что-нибудь придумать или какие-то новые салатики. Ну, просто у нас не кушают. И из-за этого как-то торможу, ничего не делаю. Такое, что не едят. Ну, посмотрим. В общем, еще есть время подумать, чтобы сделать такое, что не постоянно готовлю. Всем желаю спокойной ночи. Всем хорошего вечера. И всем пока, ребята.